Привет, друзья! Наш первый урок по работе в модуле Cross-Stitch мы начнем с открытия рабочего документа. Собственно, любой запуск приложения начинается с этого действия. Вы запускаете программу, кликните по иконке Cross-Stitch и открывается окно со странным названием «Предпочтение». В этом окне вы можете определить размер пялец, размер крестика, отображение сетки, ну и так далее. Начнем по порядку. Прежде чем приступить к внесению изменений в размер креста, убедитесь, что установлена галочка «Придерживаться соотношения». В этом случае вам достаточно будет вносить изменения только в значение ширины или высоты, а второй параметр изменится автоматически. Соответственно, крест будет квадратным. Размер креста в программе по умолчанию 2 мм. Понятно, что чем больше размер креста, тем больше конечная вышивка и тем более толстые нити можно применять при вышивании. Чтобы не навешивать на вас свое мнение, предлагаю попробовать сделать следующее. Создайте несколько простых файлов со значением креста 1.8, 2, 2.5, 3 и 3.5 мм. И вышейте их разными нитями. Для самого мелкого возьмите модель ракатона. Для средних значений используйте полиэстер и металлизерную нить, соответственно. А для самого крупного креста используйте шерстяную. Ссылки на нити вы найдете в описании к ролику. Меняя размер креста, вы будете видеть, как автоматически меняются значения в окне количество крестов на сантиметр и размер конечной вышивки. С количеством крестов на 1 см, полагаю, все ясно. Если крестик имеет 2 мм, крестов в 1 см будет 5. Ну а если 3, то в 1 см максимально уместится 3 целых и еще чуть-чуть. Переходим к размеру вышивки. Размер будущей вышивки вы можете определять либо по количеству крестов, либо указав значение в миллиметрах. Если вышивка у вас не квадратная, то снимите галочку придерживаться соотношения и укажите, сколько крестов будет по вертикали и горизонтали. Внеся эти значения, вы увидите конечный размер вашего дизайна. Думаю, нет нужды пояснять, что эти параметры напрямую связаны с размером имеющихся у вас пялец. Итак, дизайн 20х20 крестиков при размере креста в 3 мм будет иметь размер 60х60 мм. Значение 10 в параметре «Контурная линия» определяет шаг сетки. В данном случае сетка будет размером в 10 крестиков. Давайте так и оставим. Это стандартный параметр, пришедший к нам из схем ручной вышивки крестом. Параметр «Размер ячейки» определяет размер отображения ячейки для одного крестика в пикселях. Минимальное значение 6 пикселей, максимальное 30. Если вам непонятно, что такое пиксель, то и не забывайте себе этим голову. Оставьте 8 по умолчанию. Скажу одно, этот параметр влияет исключительно на отображение и может конфликтовать с размером поля. В окне «Предпочтения» вы также можете определить размер рабочего поля, указав размер пялец. Следует учитывать, что размер пялец напрямую конфликтует с размером поля вышивки и находится в приоритете. То есть, если вы видите, что ваш дизайн имеет размер 60х60 мм, то и пяльца под него надо подбирать либо такого же размера, либо больше. Немного от себя чины. Я люблю работать на большом поле, где можно развернуться и, если что, разместить дополнительные объекты. В целом, все эти значения, за исключением, конечно же, размера креста, необходимо указывать, если вы собираетесь самостоятельно рисовать файл вышивки крестом, не опираясь на рисунок, потому что при загрузке изображения в программу действуют свои правила. И с этими правилами мы разберемся в последующих видео. Всем хорошего дня и удачной вышивки!